Эй, блин, еще что-то. Тухел. Шампанского мне! А можно что-нибудь сказать по поводу того, что она разбитная британская наркоманка или это зло? Всем привет! С вами я, Пластина Разминаева, и мне очень хочется поздравить всех вас с Новым Годом. Но, к сожалению, я пока не могу этого сделать, поскольку мне не налили шампанского. Так что перейдем сразу к новостям. Традиционными просьбами российских олигархов в письмах Деду Морозу в канун Нового Года являются выступления наземных звезд эстрады на новогодних корпоративах. Британская певица Эми Уайнхаус выступит на закрытой новогодней вечеринке российского олигарха. Гонорар певицы составит ни много ни мало полтора миллиона долларов. Такая вся независимая, вся из себя, все-таки поет «В лесу родилась елочка на корпоративах». Говорят даже, что на этот раз все должно закончиться свадьбой. Будет у Наоми Кэмпбелл в России подружка. Вот я, например, никогда бы не согласилась на подобную клоунаду среди денежно-мешковых. Ну не мое это выступать на корпоративах и петь на потребу публики. Поэтому я в этот Новый Год абсолютно свободна. Спонсор сегодняшнего выпуска – Центральное телевидение. Центральное телевидение. Ищите в квартирах своих бабушек и дедушек. Ну и что вы мне бокал принесли? Несите мне бутылку шампанского. А, мы уже в эфире? Да, переходим к следующей новости. Пока Леонардо Ди Каприо наряду с Лугутенко озабочены спасением тигров и прочей живой природы, сэр Пол Маккартни занимается куда более приземленными делами. Поддерживает благотворительными концертами старенькие английские клубы. У владельцев «Хандрид Клаб» возникли финансовые трудности, но судьбой клуба внезапно прониклись британские знаменитости, в основном любители зажечь рюмочку, такие как Лайм Галлахер и Ронни Вуд. Однако самую большую помощь оказал ветеран клубной жизни Пол Маккартни. Но сам-то этот сток-клуб рассчитан на 300 человек. Это, представляете, какая была давка. Я не люблю ходить по таким местам и торчать, как сельдь в бочке. Это же как бы все хватают, алкоголь проливается, липкий пол, накурено, ходят по ногам, портят мои туфли, понимаете, новые от Кристиана Лабутена. Это как вот в Москве в данный момент. Пробки, все улицы стоят, все ринулись за этими новогодними подарками. Это же ужасно. Я не могу, это вся предновогодняя суета просто меня с ума сведет когда-нибудь. Ой, да, сейчас бы куда-нибудь бы. Так, ну ладно, не будем об этом говорить. Я прочитаю вам следующую новость. Так, что-то я сдулась. Что я тут сижу, сохну? Принесите мне шампанского. Так, угу. Британский музыкант Крис Рин не смог продать рукопись своего хитада Road to Hell, выставленную на аукционе. Ну, понятно, все деньги потратили на папу, там хоть пиво наливают. Ну, и вообще, кому нужны старые бумажки? Лучше платье из говядины надеть, например, или морду кому-нибудь набить, развестись, или замуж выйти, жениться, не знаю, устроить потасовку, или на худой конец новый хит записать. Ну, ладно, переходим к следующей новости. Боже, ну что тут понаписано, а? Ужас какой-то. Необычный способ отпугивать птиц нашел Липин Син из Китая. Он защищает урожай с помощью чучела Майкла Джексон. Да оставьте уже чучела Майкла Джексона в покое. Все чучела в музее у мадам Тюссо. Во всяком случае, она делает это профессионально. А я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Вот не надо кухарке управлять государством. И не надо непрофессиональным ведущим лезть на телеэкраны, понимаете? И наберут по объявлению непонятно кого, лишь бы денег не платить. А мне потом общаться с ними, как с коллегами, улыбаться. Здрасте, здрасте. Да. Что? Да не бубните мне в ухо, я работаю. Ой, ну ладно. Я на болевшем. А мы, кстати, о чучелах и куклах. Продолжаем. На днях появилась информация, что в новом сезоне Маппед Шоу будет участвовать Дэйв Гролл, лидер и основатель американской альтернативной рок-группы Foo Fighters, который ранее был барабанщиком легендарной рок-группы Нирвана. А также Маппедами станут Леди Гага, американский комик Джек Блэк и Жан-Клод Ван Дам. Ну да, хорошая компания. Певица в мясе, качок и комик американский. Ну, уже тянет на Маппед Шоу. Не меньше. Тут еще сказано, что папу лягушонка Кермита, вероятно, сыграет Ларс Уллерих, который является барабанщиком группы Металлика. Только почему здесь написали, что он является участником Нирваны, я не понимаю. Вы что, меня подставить хотите? Вы что, специально вот это пишете, чтобы меня дискредитировать? Да вы знаете вообще, что я хорошо разбираюсь в музыке. Я вот на такие провокации не ведусь. Вы думаете, я вот не думаю, да, что я тут читаю, что я тут рассказываю, что я вообще дура, безмозглая, блондинка. Где вы вообще берете эти новости? Откуда вы их берете? С каких сайтов? Какие лягушаты это пишут? Это же ужас какой-то. Ну как можно назвать участника группы Металлика? Участником группы Нирваны. По-моему, достаточно известной группой, чтобы этого не знать вообще. Кто это пишет? Я не понимаю, как так можно работать? Кошмар, мне на кого нельзя положиться. Что значит не истерия? Как я могу не истерить, когда мне пишут, что-то непонятно что вообще? Да какие-то интриги вокруг меня вьются. Музыканты Pink Floyd добились того, чтобы по трековой распродаже их альбомов была запрещена. Участники группы победили в судебной тяжбе, с начавшим продавать их музыку отдельными треками и рингтонами, лейблами и МАИ. Знаете, в последнее время я начала все больше задумываться. Вот что скрывается за борьбой за авторские права? Борьба за целостность музыки против раздербанивания ее на рингтоны? Или борьба за бабло от телефонной вибрации? Что-то я сама, кажется, не поняла, что сказала. Вообще, я устала уже, знаете, новогодние праздники, а я что-то тут сижу, сижу, вам рассказываю. В общем, я не знаю, последняя-то новость или нет, но еще всего вам доброго, хороших новогодних праздников. С вами была я, Пластина Разминаева, и новогодний выпуск Пла-пла-пла новостей. Всем пока! Я пошла. Всем пока! С Новым Годом! Ву! С Новым Годом! Ву! Пока! Пока! С Новым Годом! Продолжение следует...